Джим Макларен Джим Макларен был звездой футбола в Ельском университете и начинающим актером. Все изменилось, когда в 22 года его сбил автобус. На месте аварии юношу признали мертвым. Через 8 дней он очнулся от комы с ампутированной ниже колена левой ногой. Но воля Джима оставалась при нем. Перенесемся на несколько лет вперед. Макларен с протезом победил в изматывающих соревнованиях Iron Man и был признан лучшим триатлонистом в мире с ампутированной конечностью. Но в 1993 году во время триатлона в Оренжине карьера Джима оборвалась, когда с ним вновь произошел несчастный случай. На этот раз спортсмена сбил фургон. Врачи сказали, что он будет парализован. Джим не сдался и на этот раз. Он пришел в себя и сел на инвалидную коляску. Джим Макларен умер во сне 31 августа 2010 года. Ему было всего лишь 47 лет. Мэлори Вегман Когда я впервые оказалась в воде, у меня возникло невероятное чувство свободы. 30-летняя Мэлори Вегман – паралимпийская пловчиха из США. Ее парализовала, так как ей повредили спинной мозг во время лечения, когда вводили лекарства в спинномозговой канал. Состояние не помешало ей завоевать несколько золотых медалей, в том числе и на Паралимпийских играх Лондона в 2012 году. Во время погони за другой золотой медалью на Паралимпийских играх в 2016 в Рио-де-Жанейро Мэлори при падении серьезно повредила руку. Для многих спортсменов это означало бы конец карьеры, но Мэлори не сдалась. Она тренируется усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуть место на пьедестале почета на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. 40-летняя Мелисса Стокуэлл потеряла ногу в Ираке в 2004 году во время службы в армии. Она ехала в автоколонии через центр Багдада, когда ее хаммер подорвался на придорожной бомбе. В результате Мелисса потеряла левую ногу выше колена. Впоследствии женщина стала первым ветераном Ирака, выбранным для участия в Паралимпийских играх. Она участвовала в летних Паралимпийских играх 2008 года в трех соревнованиях по плаванию. Мелисса вернулась на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала бронзовую медаль в первом соревновании по паратриатлону. Джесси Калонг Меня зовут Джесси Калонг. Я из Балтимора, штат Мэриленд. Самым большим моим достижением было завоевание золотой медали Паралимпиады в 12-летнем возрасте. Джесси Калонг – 27-летняя паралимпийская пловчиха из Балтимора. Считается одним из самых успешных пловцов в истории США, поскольку завоевала в общей сложности 23 паралимпийские медали. Джесси Калонг родилась с гемимелией – отсутствием малоберцовых костей, и ей амбутировали ноги в 18 месяцев. Это не стало помехой для занятия спортом, таким как гимнастика, езда на велосипеде, катание на коньках и скалолазанье. Джесси Калонг начала тренироваться в бассейне своих дедушки и бабушки незадолго до командных тренировок. Год спустя в Мэриленде Лонг избрали лучшей пловчихой инвалидом 2003 года. В 12 лет она участвовала в Паралимпийских играх 2004 года в Афинах и завоевала три золотые медали. Это было только начало. Остальные золотые медали завоеваны на Паралимпийских играх в Пекине в 2008, Лондоне в 2012 и Рио-де-Жанейро в 2016. Джессика, ты удивительна и никогда не сомневайся в этом. Оскар Писториус Я родился в Йоханнинсбурге в 1986 году. Рос со старшим братом и младшей сестрой. Оскар Писториус – бывший профессиональный бегун и паралимпийский чемпион из ЮАР. Когда мальчику было 11 месяцев, ему ампутировали обе ноги ниже коленей. Дело в том, что у него с рождения не было малоберцовых костей. Несмотря на это, он с детства занимался разными видами спорта – легкой атлетикой, регби, водным полом, но в конце концов сосредоточился на беге. «Мой брат надевал утром обувь, а я ноги. Вот и вся разница», – написал Писториус, выпущенный в 2008 году автобиографией. Он один из самых успешных паралимпийцев в истории, шестикратный победитель паралимпиады. Но всемирную известность Писториус приобрел, начав борьбу за право выступать вместе с обычными атлетами. И в конце концов он эту борьбу выиграл. Южноафриканец квалифицировался на чемпионат мира 2011 в Тегу и Олимпиаду 2012 в Лондоне. В Тегу команда ЮАР в эстафете 4 по 400 метров завоевала серебро, и Писториус получил свою медаль. Он бежал в полуфинале, и по регламенту ему тоже полагалась награда. Звезда трека попала в заголовки газет другого типа в феврале 2013 года. После того, как его подруга была найдена мертвой в своем доме в Притории, Южная Африка. Писториус вскоре был назван подозреваемым по этому делу. Через 5 дней после смерти девушки Писториус признался, что непреднамеренно застрелил ее. Затем он заявил, что принял свою подругу за злоумышленника и выстрелил в нее через запертую дверь ванной. Как следствие, Писториусу было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, в результате которого его приговорили к 13 годам тюрьмы. Сара Рейнардсен Ногу я потеряла еще ребенком. Я родилась с проксимальным очаговым дефектом бедра. 44-летняя Сара Рейнардсен родилась с врожденной аномалией в области бедра. Ее левая нога была значительно короче правой. Поэтому в возрасте 7 лет она согласилась на ампутацию левой ноги выше колена, чтобы можно было носить протез. Вместо того, чтобы жалеть себя, Сара решила сосредоточиться на том, что у нее осталось. Две сильные руки, сильная нога, прекрасный ум и несокрушимый дух. Она начала бегать в возрасте 11 лет. На первом международном забеге в 13 лет побила мировой рекорд для женщин с ограниченными возможностями на дистанции 100 метров. Сара стала первой женщиной с ампутированной ногой, которая завершила чемпионат мира Айронмен в Коне, Гавайи. Рейнардсен любит называть себя получеловеком-полумашиной. После Коны в ее жизни было еще много гонок, триатлоновых и беговых. Побег из Алькатраса 10 километров по Великой Китайской стене, марафоны и полумарафоны. Трижды она становилась чемпионкой мира ITU по паратриатлону в своей классификационной группе. Беттани Хэмилтон 29-летняя Беттани Хэмилтон – одна из самых известных серфингисток в мире. Уже в детстве Беттани добилась немалых успехов в спорте. Но известность к ней пришла после страшной трагедии, случившейся в 2003 году, когда на нее напала акула. 13-летняя Хэмилтон тогда лишилась руки и едва не умерла. Однако девочка не пала духом и встала на доску меньше, чем через месяц после трагедии. В 2005 году она выиграла национальный чемпионат с холостической ассоциацией серфинга в возрастной категории до 18 лет. В 2009 году девушка дебютировала в мировом турне самых престижных соревнований по серфингу. В 2014 году Беттани заняла первое место на соревнованиях Surf&Sea Pipeline Women's Pro Event. В 2016 году она показала свой лучший результат в мировом турне, когда выступила лучше шестикратной чемпионки мира Стефани Гилмор и тогдашней чемпионки мира Тайлер Райт. Хэмилтон тогда заняла третье место. Джош Стивенс 18-летний Джош Стивенс родился с синдромом амниотических перетяжек. Это означает опутывание, сдавливание или связывание плода волокнами между стенками матки. Поэтому его левая рука сильно короче правой. Джош начал играть в баскетбол в возрасте 5 лет и быстро развил свой уникальный стиль. Теперь он стартовый питчер в средней школе Веставия Хиллс и получает спортивную стипендию. Стивенс принимал все вызовы своим способностям. Для него игра в бейсбол не была чем-то необычным, но это было необычно для детей, которые наблюдали за мальчиком, для тренеров и для родителей. Взрослые говорили детям, «Видишь, если он может, то и ты сможешь». Джош, знает он это или нет, стал источником вдохновения для многих людей. Канья Сессар У 24-летней Канни Сессар с рождения нет ног. Но это не препятствует ее любви к спорту. Она родилась в Таиланде и была оставлена на ступенях буддийского храма. Монахи заботились о ней в течение двух лет. Затем она жила в больнице Бангкока, а потом с бабушкой и дедушкой. После ее удочерили Дэвид и Джейн Сессар из Портленда, штат Орегон. Талант к спорту стал проявляться еще в детстве. В 9 лет она начала кататься на коньках и заниматься серфингом. Вместо инвалидной коляски девушка использует скейт. Должно быть, выглядит необычно. Канья также играла в баскетбол на колясках. К сожалению, она упустила возможность представлять сборную США в Паралимпиаде 2012 года в Лондоне. Главная цель Канни – стать мотивационным оратором и доказать другим, что быть необычным не значит быть плохим. Девушка надеется, что со временем большинство людей придет к этой же простой мысли. А пока она снимается для журналов, работает в интернет-медиа и ведет страницу в Инстаграме, на которую подписано больше 50 тысяч пользователей. Зион Кларк. С чем ты рожден, того не изменить. Нельзя повернуть время вспять. Надо продолжать двигаться вперед. 22-летний Зион Кларк из Колумбуса, штат Огайо, родился с редким заболеванием – синдромом каудальной регрессии. Это означает, что у него нет ног. Но юноша не просто умудрился жить без них, он стал знаменитым борцом. Борьбой Зион занимается с раннего возраста, но только в старших классах стал серьезно относиться к этому виду спорта. Позже спортсмен прошел квалификацию для участия в Паралимпийских играх в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, где соревновался на специальной коляске. Затем он стал самым быстрым участником в гонках на колясках в штате Огайо. Сейчас Зион продолжает тренироваться, так как хочет быть олимпийским чемпионом и нацелен попасть на Всемирные Олимпийские игры 2020 года в Токио. Пока-пока! На этом все. Подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео.